Убийство беглого российского экс-депутата Вороненкова в Киеве эксперты называют сакральной жертвой. Антироссийская, антипутинская риторика Запада требует поддержки и получает ее в виде беглых от гнета, ненавистного режима, бизнесменов, политиков и прочего контингента. Но и не только беглых. Внутри России тоже находятся таковые, кого впоследствии могут пустить на заклание. Но зачастую жертвы неосознанно становятся таковыми. Их в темную используют спецслужбы фактически за 30 серебряников. И, конечно, они не знают, какие планы на них уже составлены. О технологиях вскармливания сакральных жертв на примере убийства Вороненкова в Киеве рассказал накануне ТВ военный эксперт Александр Жилин, который заранее предугадал судьбу убитого экс-депутата. Если проанализировать всю цепочку событий, которые были, они происходили таким образом. Идет мотивирование бегства с Россией. Жертва сакральная или претендентка на жертву избраны очень избирательно. Первым номером, безусловно, выступил Мацакова, как представитель культуры, искусства и так далее. Когда они сбежали на Украину в обмен на гарантии безопасности, от чего стоят эти гарантии, мы видим сегодня, их заставляли делать жесткие высказывания в адрес Путина, Кремля, России. Они их делали. Они делали, не понимая, что на языке представителей специальных операций это называется «вскормить сакральную жертву». Их скармливали пиаря их высказывания, преподнося их как совершенно жуткую оппозицию варварскому режиму Путина, этим лютоедом и так далее. Все это пиарилось не только на Украину, на весь мир. Все эти помойки типа СНН по команде все показывали, рассказывали, какая же страшная Россия. А поскольку там особо пиарить-то никого, там две пустышки, на пике этого пиара, понимая, что дальше интерес будет освобивать, его грохнули. Но очень грамотно. Грамотность заключается, конечно, не в исполнении, а в эффекте, который оказывает это убийство. Киевский режим, конечно, сразу, как по команде, тоже заявил, что в этом деле видна рука Кремля. Что Путин лично вызвал киллера в Кремль, дал пистолет в руки и скомандовал «иди и убей». Теперь же эксперт не исключает аналогичного исхода и для жены Вороненкова. Все делается точно по схеме. Она должна сейчас перед телекамерами заламывать ручки, истерить, биться головой о гроб и говорить, 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 какая страшная Россия, какой страшный Путин, какие у них длинные руки. Он не только делает выборы в Америке, он убивает своих противников и так далее. Картинка должна быть такая, чтобы мороз по коже. Зачем? Обыватели вот этой картинкой открывают сознание, а потом туда вбрасывают вот этот хлам про Путина, про Россию и так далее. Беглый Илья Пономарев, который должен был встретиться с Вороненковым, мог использоваться в темную, как приманка для экс-депутата за свои 30 серебряников. Уверен эксперт. Но он мог и сознательно это сделать. Такие схемы используются повсеместно спецслужбами. Например, в операции по устранению Масхадова, в деле Немцова и многих других. И здесь Александр Жилин уверен, Вороненков, Немцов, впереди подобных дел много будет. Скамейка запасных длинная. Даже не с выборами это связано. Сейчас же идет противостояние с Трампом. Нужно же до встречи Путина с Трампом показать, какой кровавый Путин. Насколько он жестокий. И сорвать эту встречу. Тут только начни. Там он Леша Навальный старается изо всех сил. Ходит уже, наверное, под прицелом. Скамейка претендентов очень длинная. Я вообще к оппозиционерам обращаюсь, к этим так называемым либералам крайнего толка. Ребята, вы же своими действиями превращаете себя в сакральное жертву врагов России.